Здравствуйте, это цифрономика гид по цифровым активам совместный проект РБК Сбера. Мы будем говорить о финансах нового поколения. В фокусе внимания Web3, DeFi, блокчейн и другие реалии нового мира, связанные с деньгами. Тема программы сегодня – децентрализованные финансы как явления. Какими становятся активы на блокчейне и что в действительности означает токенизация финансовых инструментов? Как работает финансовый блокчейн в России и зачем эта технология бизнесу и государству? Узнаем прямо сейчас. В настоящий момент в секторе децентрализованных финансов, так называемого DeFi, находится эквивалент 50 миллиардов долларов. И эта сумма будет только расти. По прогнозам Всемирного экономического форума к 2028 году объем мировой торговли увеличится на триллион долларов только за счет блокчейн-технологий. Бизнес по всему миру сможет выручить более 300 миллиардов за счет того, что децентрализованные финансы снимут страновые и бюрократические барьеры. Остальная прибавка произойдет за счет того, что в блокчейне лучше сервис и ниже комиссии. А в течение 10 лет объем мировой DeFi экономики достигнет 5 триллионов долларов. И первый вопрос, конечно же, про DeFi. Егор, но что же это такое DeFi? Да, на самом деле вопрос достаточно спорный и дискуссионный, потому что такого одного простого мне кажется, нет. Вообще, если широкими мазками, то DeFi это, в принципе, группа разных финансовых применений, которые используют технологию в блокчейн. Дальше трактовка может быть такой открытой, потому что для некоторых людей это означает обязательно открытый блокчейн и обязательно распределенность. То есть в DeFi нету какого-то классического посредника, как банка и так далее. Но при этом, если мы посмотрим на то, как рынок развивается в действительности, все-таки крупные игроки начинают приходить на рынок DeFi. И поэтому скорее я бы определил это как действительно область финансовых услуг, где так или иначе используется технология блокчейна, распределенных реестров для того, чтобы как-то соптимизировать, либо изменить цепочку создания ценностей или цепочку поставок этих финансовых услуг. Максим, к 2028 году, по оценкам некоторых аналитиков, мировая часть экономики, которая относится к DeFi, будет занимать целый триллион долларов. Вот сколько из этого триллиона придется на Россию вообще? Как считать? Если считать DeFi все, что связано с распределенными реестрами, а это и коины, криптовалюты и же с ними, то на самом деле рынок-то он уже триллион и пробивал. И последняя оценка буквально прошлой недели, что рынок там где-то сейчас на 800 миллиардах долларов, и там, конечно, львиная доля как раз различных криптовалют. Если мы DeFi называем аналоги классических финансовых инструментов кредитования, страхования, управления активами, там их относительно пока немного, порядка цифр 12 миллиардов долларов. Ну и вот если от этого отталкиваться, и действительно, как вы сказали, к 2028 году будет триллион, можно просто от общих пропорций оттолкнуться размеров экономик. Это может быть цифра, ну, например, где-то порядка 30 миллиардов или 2,5 триллионов рублей в России. Александр, Сбер вообще работает с DeFi? Если да, то как? Сбер, с одной стороны, является банком регулируемым, а с другой стороны, мы являемся технологической компанией. Вот, и поэтому у нас применение DeFi, оно имеет особенности. Мы, как и все банки, в самом начале активно развивали корпоративные блокчейны, корпоративные проекты. Вот, и здесь, наверное, основная задача была достичь какой-то операционной эффективности, добиться прозрачности, сократить расходы и поэкспериментировать, посмотреть, как традиционные финансовые продукты ложатся на блокчейн. Большинство экспертов-криптоэнтузиастов, они очень четко определяют DeFi, и это определение не нравится финансовым институтам, потому что в этом определении нет слова «финансовый институт». DeFi — это финансовые продукты без посредников. С одной стороны, для банков DeFi — это плохая история, которая может съесть их кусок пирога и их отбросить на обочину. Но, с другой стороны, DeFi — это штука, которая может и открыть совершенно новые возможности для банков. Как классический банк сочетается с DeFi? Да, мы, как один из лидеров, мы очень много инвестируем не только в блокчейн, но и в DeFi-инициативы. Мы сейчас видим, что глобальные тренды таковы, что институционалы, корпораты активно идут в публичные блокчейн-сети. И здесь, конечно же, мы как лидеры тоже запустили буквально недавно открытую сеть на эфириуме. Сбер сейчас первым этапом проводит эксперименты с DeFi. Мы приглашаем туда разработчиков для того, чтобы они запускали свои DeFi-ные приложения. И сейчас активно видим, как компании, финтех-компании интересуются и запускают. Помимо объемов рынка, очень важный показатель развития DeFi — это количество разработчиков. Вот именно разработчики, они сейчас драйвят этот рынок. Егор, а как вообще сообщество блокчейн-энтузиастов приняло инициативу Сбера в области DeFi? Сообщество неоднородное, потому что есть как минимум две полярные группы с очень полярными мнениями. Есть действительно сообщество таких блокчейн-даже евангелистов, я бы их назвал, которые считают, что все, что не публичный блокчейн, это не блокчейн, этим пользоваться не нужно, и, соответственно, DeFi — это обязательно без посредника и так далее. Естественно, у них была реакция более такая в штуки, потому что тут банк, тем более один из крупнейших банков, начинает заходить на эту территорию. Но, с другой стороны, если мы посмотрим на то, как рынок развивается в течение последних лет, если мы посмотрим на сообщество блокчейн-энтузиастов чуть пошире, то на самом деле реакция довольно позитивная, и в этом смысле я бы посмотрел вообще, как у нас развивался исторический финтех. Потому что Россия в этом смысле уникальный рынок, у нас достаточно высокая доля проникновения вообще любых цифровых услуг, цифровых решений в финансовых услугах, и во многом это заслуга больших банков в том числе, потому что в других странах это скорее делают либо технологические компании, либо стартапы. У нас большую поддержку финтех-сообществу оказали как раз-таки классические банки. И мне кажется, что для российской модели развития финансовых инноваций заход Сбера на рынок DeFi, запуск своей платформы и так далее, это как раз шаг к тому, что мы можем интегрировать наш уникальный опыт с тем, что происходит в финансовом сообществе. Найти вот эту золотую середину, когда у нас есть и легкое, единое окно входа, условно говоря, и масштаб, который охватывает сразу большое количество людей, и при этом как бы хорошее готовое технологическое решение. Помимо сообщества разработчиков, еще безумно важно вообще в любых DeFi-проектах и в Web3-проектах, в блокчейн-проектах, это еще сообщество пользователей. И в этом смысле у Сбера есть огромное конкурентное преимущество с точки зрения того, что запуская любую инициативу, вы сразу масштабируете на огромное сообщество пользователей, которые могут так или иначе зайти в этот рынок, начать использовать эти услуги. Какие риски, когда DeFi занимается централизованный банк? Конечно же, есть новые типы риски, это новая технологическая основа. Если же идти по классической модели рисков, то с точки зрения макроэкономики, пока риски не очень большие, просто объемы мизерные. С точки зрения денежно-кредитной политики, денежно-кредитных рисков, там действительно есть вопросы, связанные с тем, что могут появляться суррогаты, это нужно просто контролировать. С точки зрения рисков участников этого процесса, да, есть риски, потому что высокая все-таки волатильность, конечно же. Есть риски финансовой стабильности, потому что как раз нет последней стороны в этой конструкции, так как мы иерархию убираем, нет посредников, которые берут на себя часть рисков. Ну и, как я уже сказал, конечно, операционные технологические риски есть, потому что новые технологии, которые нам предстоит осваивать. Конечно, нужно просто этим учиться управлять, что мы, собственно, и делаем. Да, Александр, а что Сбер думает по поводу рисков в DeFi? В этот рынок DeFi открытый, там такой сейчас он дикий запад, там много чего происходит, как раз таки не хватает вопроса риск-менеджмента. И вот финансиституты, как эксперты именно в рисках, они могли бы добавить уверенности своим клиентам. То есть, по сути, финансиституты закрывают своих клиентов, добавляют уверенности, добавляют безопасности. И в этом, мне кажется, вся магия, зачем централизованные институты, такие как банки, заходят в DeFi? Для того, чтобы решить вопросы безопасности, KYC, compliance, то есть обезопасить своих клиентов. Несколько вопросов от наших телезрителей, которые мы почерпнули в соцсетях. Александр, а что если отключат свет? Ведь цифровые активы, они хранятся в электронном виде и, соответственно, зависят от стабильности электроснабжения. Смоделируем ситуацию. Произошла авария, дата-центр Сбера отключили от электроэнергии. И вот несколько аффилированных дата-центров оказались обесточены. Люди потеряют деньги? Люди деньги не потеряют, потому что такая ситуация может возникнуть и в традиционном нашем мире. И банки уже давно научились обеспечивать бесперебойность бизнеса. Я бы даже сказал, что DeFi продукты и блокчейн, наоборот, добавят прочности к безопасности, потому что это децентрализация, отсутствие единого центра. И почему вот публичные сети, они пользуются такой популярностью? Потому что считается, что чем больше у тебя узлов, тем сеть безопаснее. Это первый момент. Второй момент. Как мы знаем, блокчейн еще дает право собственности. То есть мы с вами, как пользователи, приобретая какие-то цифровые активы, мы их не храним у посредника. Мы их храним в блокчейне. То есть у нас есть гарантия, что этот актив, он нам принадлежит, и мы его можем двигать между разными провайдерами и хранить их безопасно в своем кошельке. Егор, существует термин токенизация. И что это такое, и как это работает? Ну, если простыми словами, то токенизация – это процесс выпуска, собственно, токена, какого-то цифрового права на что угодно. На любой актив, который вы себе можете представить. Он может быть материальным, может быть нематериальным, но это какое-то представление цифрового права в, условно говоря, цифровой системе. Обычно мы говорим в контексте распределенных реестров, то есть в цифровой системе на основе блокчейна или на основе распределенных реестров. Но, по сути, как бы да, это что-то ценное, о чем мы договорились, что имеет ценность, что вы можете передать. Соответственно, это вам передаст право владения чего-то, право требовать что-то и так далее, которое можно представить просто в своем виде. А токен – это вот что? Что он из себя представляет? Как он выглядит? Токен – это просто кусок цифрового кода, который мы договорились, что он что-то стоит. То есть у него есть какая-то привязанная ценность. Условно говоря, мы договорились, что вот этот кусок кода, который я написал, у него есть определенные характеристики, то есть ему можно передать Передача сопровождается записью как раз в блокчейн, либо в распределенный реестр, где вам присваивается какой-то уникальный идентификатор, например, вашего кошелька и так далее И, соответственно, все остальные пользователи могут увидеть, что действительно вы сейчас являетесь владельцем этого токена Но по большей степени, на самом деле, токенизация такая достаточно интересная штука, которая может позволить нам сделать цифровой аналог чего угодно И сейчас в блокчейн-применениях мы уже начинаем видеть, как токенизация используется, ну, в принципе, на самом деле сплошь и рядом Начиная от финансовых услуг, когда мы можем токенизировать классические финансовые инструменты и перевести их на блокчейн-рельсы Заканчивая более такими экстравагантными кейсами, когда мы можем, например, токенизировать билеты для доступа куда-нибудь Ну, например, там, не знаю, на мероприятие, на концерт, на что-нибудь подобное Либо токенизировать, ну, наверное, один из таких самых классических нашумевших кейсов, который был еще в конце 2010-х годов Это кейс с бриллиантами-алмазами, когда мы можем токенизировать, соответственно, всю цепочку создания алмаза-бриллианта И, соответственно, дальше ювелирного украшения, чтобы понять, откуда бриллиант пришел Собственно, кто вообще занимался его огранкой и так далее Это просто наше будущее, и называется оно Web3 Максим, что такое Web3 и какое место в этом всем занимает блокчейн? Блокчейн — это основа всего, в частности, Web3 И что такое Web3? Это, по сути дела, в широком смысле это новая форма интернета Новая форма вычислений, новая концепция, новая парадигма, если хотите И, ну, вот три, эта цифра, она, наверное, что-то значит Значит, был два, был один Web1 — это был такой интернет, в котором пользователь мог легко читать информацию Web2 — это платформа, где пользователь уже мог сам создавать информацию Но ценностью владеет, и этой информацией владеет оператор платформы Вот Web3 — это концепция, когда обычный пользователь, он не только создает, он еще владеет И получает результат от применения этой информации, от ее использования В концепции Web2 до 100% всей ценности, от 100, где-то до 25% получает платформа В Web3 уже оператор платформы, владелец платформы может получать, там, в эфириуме есть оценка 0,06% В прошлом году 26,8 миллиарда были венчурные инвестиции во все технологии, связанные с блокчейном После начала криптозимы все начало чуть-чуть падать, кроме Web3 Web3 было 15 миллиардов в прошлом году, что составило рост по сравнению с прошлым, с 2021 годом Стало занимать в общей корзине 56% вообще всех венчурных инвестиций А 38% было в 2021 году, то есть очень перспективная штука на самом деле Александр, а как вы понимаете Web3? Web3 – это новая бизнес-модель, по сути, это возможность для новых игроков Занять нишу и поконкурировать с биг-техами Вот важную мысль Максим озвучил, действительно, ведь главное преимущество Web3 0, что полностью меняется Это механика распределения revenue, доходов То есть когда у тебя в мире Web 2.0 есть крупные биг-техи Они центр не только данных, но и центр доходов Web3 позволяет обычным пользователям по щелчку пальца стать, по сути, компанией То есть ты начинаешь, креаторы, разработчики, они начинают зарабатывать деньги И самое интересное, они эти деньги никому не отдают А Сбер разве не является биг-техом? Как раз таки конкуренция заставляет нас мыслить по-другому И мы также сейчас очень много исследуем историю Web3.0 И пытаемся как раз разобраться, придумать нашу стратегию, наш план Как нам адаптироваться в этой новой бизнес-модели И какие сервисы мы можем дать Егор, в завершении подытожьте, что все-таки такое Web3 Вот вы как представитель Сколкова можете объяснить нашим зрителям Web3 звучит как будто бы это какая-то естественная эволюция И мы должны туда обязательно прийти Потому что если был Web1, Web2, то, соответственно, Web3 это логичное предложение На самом деле для меня, как мне кажется, история чуть более сложная И мы вот недавно делали исследование, когда мы смотрели вообще на блокчейн применения в разных областях В школе Сколкова, собственно, общаясь с разными представителями индустрии и так далее И я бы сказал, что сейчас идет не переход к Web3 обязательный, а такое противоборство между Web2 и Web3 И для меня это не Web2 versus Web3, что мы обязательно во что-то одно перейдем и одно победит А скорее сейчас консенсус сводится к тому, что это Web2 плюс Web3, где есть действительно крупные технологические компании Которые работают в некоторых нишах, работают на массы и так далее Но при этом у вас появляются какие-то ниши, где действительно выгоднее децентрализация И это работает хорошо И в этом смысле мы привыкли смотреть на Web3 как на альтернативу централизации Но мне кажется, что это может быть централизация как бы в большом количестве областей Но при этом децентрализация в некоторых интересных нишах И в этом смысле, мне кажется, как бы Сбер пример того, что может возглавить А когда это светлое будущее наступит? Оно уже наступило, просто неравномерно распределено И сейчас уже начинает появляться идея, например, когда мы франшизу переносим на рельсы Web3 И, соответственно, вы можете сделать, ну, например, там сеть кофеен или сеть, не знаю, там ресторанов, бургеров, чего-нибудь еще Которая будет полностью управляться децентрализованным сообществом людей Александр, как флагманский банк Сбер вообще готов к Web3? И как изменится жизнь инвестора после внедрения Web3? Мы готовимся Есть интересные проекты, которые вот сейчас существуют в виде пилотов Мне кажется, тут главный момент Действительно, не надо ждать там, когда наступит Web3.0 А нужно пытаться делать много-много-много разных экспериментов В зависимости от того, какие у тебя сейчас есть преимущества, какая у тебя есть бизнес-модель И сложится такая ясная картинка Для примера, да, мы начали с тренда токенизации Запустили продукции FA, дальше двигаемся Сейчас мы создали открытую платформу DeFi Там сейчас будут деплоиться, то есть запускаться какие-то DeFi-ные приложения И следующий такой шаг развития Это создание уже такого новой цифровой инфраструктуры, нового интернета Где абсолютно согласен Будут жить и децентрализованные приложения И компании BigTech, мне кажется, все поместятся А пока мир Web3 или Web3.0 или Web3.1 не наступил Мы будем приближать его каждый день и каждый, как можем Например, этой программой Здесь мы вместе с ведущими экспертами будем строить новую цифрономику До встречи в следующих выпусках гида по цифровым активам В 2022 году венчурные инвестиции во все технологии, связанные с блокчейном Составили 26,8 миллиарда долларов А мировой рынок децентрализованных аналогов классических финансовых инструментов 12 миллиардов долларов Web3 — новая концепция интернета Но она не обязательно придет на смену прежней Исследователи Сколково видят будущее финтеха в сочетании Web2 и Web3 В концепции интернета Web2 до 100% ценности от пользовательского контента Получает владелец платформы В модели Web3 платформы получат лишь 0,06% ценности